Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас второе в этом учебном году занятие по капитану Маркса. В прошлый раз мы поговорили о заработной плате, об ее понятии вообще, а сегодня у нас гравы 18, 19 и 20. Это повременная заработная плата, поштучная заработная плата, как называют Маркс Дельна, и национальные особенности заработной платы. Но в целом текст мы постараемся здесь не зачитывать, конечно. Вы, я думаю, сами прочитаете, но вот какие узирки надо бы здесь завязать, товарищи? Какие у кого мысли по этому поводу? Что на вас произвело впечатление? Самое главное, что произвело впечатление, это то, что чем больше работаешь, тем меньше получаешь. Да, это так сказать, вообще через весь капитан, надо сказать, эта мысль красной нитью проходит. Это так оно и есть, потому что мы на рынке, и придражение избыточное, оно сбрасывает. И, во-первых, оно само по себе сбрасывает цену. Во-вторых, оно чрезмерный труд лишает работников воли к борьбе, желанию бороться. И таким образом, они оставляют время для развития. И таким образом, это вот совершенно общий принцип. Чем больше работаешь, тем меньше получаешь. То есть, нет ни сил, ни времени бороться. И плюс к тому, предложение товара, рабочая сила на рынке, соответственно, снижает его. Да, когда ты работаешь за себя еще и за упор, и тот парень оказывается в резервной армии рабочих. Да, это да. Значит, так вот, все-таки, повременная заработная плата. Вот когда вам платят деньги, скажем, за время, проведенное на работе, это что, действительно, деньги, которые вы получаете за время, которое провели на работе, или за что? Что вообще это вот за деньги, которые вы получаете? Каким образом определяется размер заработной платы? Откуда он берется? Что такое заработная плата? Заработная плата – это денежное выражение стоимости. Но если мы, как в капитале, исходим из того, что нам оплачивают стоимость рабочей силы полностью, тогда это стоимость всех благ, необходимых для производства товара рабочей силы. Короче, это стоимость рабочей силы. И вот отсюда вытекает очень важное следствие. Что, во-первых, при понижении рабочего дня, если даже сначала это на какое-то время сопровождалось сокращением заработной платы, со временем все равно заработная плата выйдет на уровень стоимости рабочей силы. И обратное верное. Если вы работаете сверхурочно, какое-то время вначале вам будет казаться, что у вас много денег, но потом неминуемо, согласно закону, реальная заработная плата за номинальную не скажу, номинальная может и расти, а реальная заработная плата у вас упадет, и не упадет, вернее, а вернется к стоимости рабочей силы. Так что поэтому нет ничего глупее, чем работать сверхурочно, и борьба за сокращение рабочего дня, это вот не случайно на первом месте стоит у нас в требованиях, опережая даже требования повышения заработной платы. Потому что цена труда, так называемая, она при понижении, при уменьшении рабочего дня вырастет. А что такое цена труда? Это цена рабочей силы. Значит, Марк здесь... Это зачем? А, это не цена труда. Да, это вот, то есть, вот вам платят там понедельно, помесячно, у нас принято помесячно. И вот Марк здесь очень ценную мысль высказывает, что помесячная зарплата, это вообще говоря ни о чем. Почему? Потому что вот люди смотрят где-то в объявлениях, да, там, тут зарплата 50 тысяч, а тут 70 тысяч. Ну, понятная идея, что где 70, это больше зарплата, чем 50 тысяч. На самом деле это ни о чем совершенно, потому что есть такая вещь, как переработки. И вот лет где-то, ну, довольно много уже, лет 7, может, и больше тому назад на Сестровецком хлебозаводе в транспортном цехе была такая сцена. Значит, пришел, парень молодой устраивается. Ну, к начальнику цеха подходит, значит, вот, то есть, базар там с ним развел, ну, и так, сколько вот, сколько зарплаты так? Так, начальник цеха, а тут мимо идет мужичонка, значит. Петрович, пойди-ка сюда на минутку. Слушай, ты не постыдишься показать свой листок расчетный? Ну, тогда сегодня как раз вот дали. Парень смотрит, там у этого Петровича в листке 50 тысяч. А это был, видите, год где-то 10 и так. То есть, тогда это были большие деньги, не как сейчас. Вот. Ну, он устроился, все, отработал месяц. Через месяц получает свой расчетный листок, там 20 тысяч. Он как так? Что такое? Тебе говорят, а кто тебе сказал, что тут больше? Да вот, видимо, вот у него, это вроде там 50. А, так блин, да конечно, Петрович. Он по трехотке в день делает и два выходных у него в месяц. Хорошо, если. Так что вот это надо понимать, что и цена труда, она вот почасовая заработная плата, помесячная, может даже вырасти. Но если вы стали работать вместо 8 часов 10 часов в день, то ваша цена труда при этом упала, а не выросла. Вот это вот очень существенный момент. Я нашел недавно, интересное, Маркс пишет в критике Горской программе предложение, заработная плата является не тем, чем она кажется, не стоимостью или ценой труда, а лишь замаскированной формой стоимости или ценой рабочей силы. Да, конечно. И вот поэтому по повременную заработную плату Маркс пишет, что это превращенная форма стоимости. И то же самое он пишет потом и в поштучной оплате. А, он пишет, поштучная оплата – это превращенная форма повременной оплаты, но мы потом разберемся, почему. А повременная оплата – это тоже превращенная стоимость рабочей, превращенная форма цены рабочей силы. Я правильно понял, что при повременной заработной плате основным инструментом у капиталиста это увеличение рабочего дня? Да, конечно. А уже и седельная, но и поштучная, как Маркс ее называет, там уже идет повышение интенсивности. Это мы потом к этому поведем. А вот здесь еще из этого вытекает одно очень важное следствие. Это опасность перехода на почасовую оплату труда. И здесь вот нельзя не сказать два слова. Да, во-первых, чем это опасно? Дело в том, что когда рабочий день как-то нормирован, и Маркс пишет, что как-то вот он так вот чисто машинально считается нормальным все-таки рабочим днем 10 часов. Ну, это вот во времена написания капитала. То, что больше за его пределами даже как-то немножко в большей степени оплачивается. Ну, это как-то вот считается нормой. И вот считается, что за эту норму рабочий должен получать стоимость своей рабочей силы. Иное дело, если вы перешли на почасовую оплату труда. Тут никакой уже стоимости рабочей силы нет. Вы хоть час отработали, капиталисту принесли какую-то прибавочную стоимость, все свободное. И капиталист этим в порной мере пользуется. Он, когда у него нет работы, так он, соответственно, там и не пратит ничего, на два часа в день приглашает. Зато, когда у него много работы, там, в силу каких-то причин, он и в хвост, и в грыбу гоняет, там, сколько угодно, 20 часов хоть и больше. И это вот, и сейчас есть такие формы, вот я, в частности, вот в статье писал, что рассказывали докеры в порту Амстердама, там вот как, ты приходишь утром, там, холл некий такой, вот, и со своим инструментарием, там, со спецодеждой, сумочку в ноги, сидишь. Ну, значит, заходят там с территории порта через другую дверь стивидоры, ну, руководители этих, компаний стивидорных, и, значит, они, ты, 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 пойдем со мной, значит, типа, проход припрыг, а там можно так сидеть, а можно вот пройти. Ну, там зарплаты высокие, поэтому, если ты день-два, там, неделю отработал, ты уже, так сказать, с голоду не умрешь, парни. Там где-то, ну, вот, когда считали стоимость рабочей силы в 2007 году, там было 8-10 тысяч евро у докеров зарплаты. То есть, в принципе, даже отработав там день-два в неделю, ну, что-то там у тебя останется. Но все равно вот это, а можешь все время так сидеть, приходишь и сидишь, это самое. И вот так вот это, свободный человек, захотел поработать, пошел поработать, никакого у тебя там распорядка, ничего. И выплатить стоимость рабочей силы тебе вообще никто не обещал. Никто не обязан. Тебе обещали по часовую, ты ее получаешь. Не хватает, работай больше. Да, самое справедливое, что может быть. Ну, часть жизни ты проведешь в этой квотке. А это само, а это твое личное время. Ты же не работаешь в это время. Для работодателя как? То, что ты за проходной выше, то есть это уже твое время. То, что тебе там надо ехать на работу с работы, то, что там еще что-то надо, это никого не корышит. Это твое личное время. И здесь вот в связи с этим нельзя не упомянуть, вот эти все вот последние где-то уже, наверное, полгода эти базары бушуют, а в Медведевском, это четырехдневная рабочая неделя. Но вот наши товарищи считают, что он хочет четыре дня в четыре по десять запрессовать. Я вот в этом сомневаюсь. Почему? У нас сейчас регламентирован рабочий день Трудовым кодексом? Не более сорока часов в неделю. Он мягко так регламентирован. Там в одной статье сказано, что как правило рабочий день составляет восемь часов при пяти рабочих днях и двух выходных в неделю. Это где-то как... Ну, это мягко. Ни к чему не обязывает. Поэтому у нас самые разнообразные графики. Вот по четыре по двенадцать через два. Четыре по двенадцать через два. Но вообще, так сказать, и что так сказать, что вот Медведев, он пропишет, чтобы у всех было четыре по десять при трех выходных, и что, автосервис перейдет на такой график? Нет, конечно. Только более того, я, к сожалению, репост не сделал, надо бы разделать, но эта реклама была ВКонтакте, приглашаются на вахту в Москву. На вахту, значит, минимум на месяц. График работы одиннадцать часов каждый день. Либо шесть-один, то есть шесть дней с одним выходным, либо семь-ноль. Как пожираете. Вот. Но одиннадцать часов, надо понимать, что это написано одиннадцать, на самом-то деле это двенадцать. Это как вот кассиры работают. Вот. Ну, практически всюду кассиры так работают. То есть они с восьми до восьми, грубо говоря, и два по полчаса у них этот самый перерыв. Вот. И это... А тут вот все время. Правда, говорят, значит, общежития в шаговой доступности, четыре койки в комнате и так далее. Вот. Правда, не уточнили, на этих койках четыре человека лежат или восемь, потому что койки простаивать тоже, по идее, не должны. Это как бы в работных домах. То есть для семейных комната. То есть это в чистом виде получается работный дом такой. Работный дом. Ты вот в нем живешь и ходишь на работу. Ну, вот так вот. А тут вахта. Тут как бы здесь как бы вот можно немножечко и подзажать. То есть, и в общем-то, вот в чем опасность вот в этих медведевских упражнений, мне кажется, не в том, что как-то насильственно зададут рабочий день именно вот 4 по 10 и так далее. А это вообще покушение на рабочее время как вообще как на институт. Он же говорит, что надо больше свободного времени. И, соответственно, вот это вот почасовая оплата. То есть не так, что вот в этой связи вот у нас на работе, скажем, или что? Раньше у нас было так где-то ну с 8.15 до 17 рабочий день. Но, в принципе, так где-то если ты до 9 пришел, это нормально. Ну и где-то так после 4 ушел, тоже нормально. Ну, само собой, когда там договор что-то горит, ну тут уже это самое, валий, не валий, тут приходится пахать. Ну вот, в целом вот так вот. А тут, значит, новый директор пришел, установил это автоматическую систему и все, значит, это самое больше, чем на 5. Он вообще там от начала прорывался, что приходить должны за 5 минут до, уходить на 5 минут позже. Потому что, типа, вам еще надо от рабочего места идти. Ну ему объяснили, что ты это вправе внутреннего туда ура с порядка напиши, мы их прокурору копию пошлем. Он, так сказать, что-то не захотел это писать. Ну, но все равно, значит, там жестко, значит, и такой еще нюанс, значит, если раньше в расчетных листках было написано у нас, что там столько-то дней отработал, ну и, соответственно, окрад, то сейчас рядом с днями, скажем, отработал 22 дня или 168 часов. Часы появились рядом. Вот. И более того, он повадился, кто больше, чем на 5 минут опоздает, снимает час. и вот мы за сентябрь получили расчетные листки, ну и там у многих это самое два, кого час, у кого два, вот, он снят. Я тоже лишним делом, раз опоздал, в пробке, простоял там на кольце на 20 минут или на 15, а с меня тоже сняли час. Ну и мы там с ребятами договорились, значит, ну и пошли в прокуратуру. Значит, написали заявление о незаконном изъятии у нас денежных средств. Эти расчетные листки пророжили, а в расчетном листке там, скажем, 22 дня 168 часов отработано, ну в смысле должно быть, а там, например, 167. Ну и, соответственно, ократ там 40-200, ну, ократ номинально, а так выплата по ократу 39, ну вообще, короче, 200 с чем-то рублей сняли за этот час. Вот, это у меня. А там одного парня 500 сняли, еще там, вообще, короче, мы там втроем написали это дело отнесли к прокурору. Это было еще недели две тому назад, а сейчас вот уже перед самым уходом, буквально часа два тому назад, уже в одежде, уже одетая, заходит на фонду табельщица, говорит, от прокурора письмо счастья пришло генеральному, вот, значит, меня напряг как табельщицу и напряг юриста нашего. Так что вот, посмотрим, что теперь будет. Но она, так сказать, такая вдохновленная. Так что, вот так вот. Так что вот это, но в целом вот эта тенденция, да, и вот к чему вот эти дисциплинарные меры такие? Они, вполне может быть, к тому, чтобы у людей такое отвращение вот этому появилось. и надо сказать, что молодежь действительно говорит, что это, я вот студентов зову, они говорят, там как тюрьма с 8 до 17, ну кто это, сейчас молодежь так пойдет, это самое, в тюрьму в такую, вот, чтобы у народа такое вот поднялось отвращение к этому делу, и чтобы, соответственно, вот народ спокойнее отнесся к тому, что это как-то переведут на почасовую, а у нас, кстати, вот, у нас договора там, да, есть, нету, и, конечно, начальство удобнее, чтобы когда договора есть, они людей пригласят, когда договоров нету, они их вытурят, и более того, сейчас повадились, выводят в простой по вине работодателя приказ, все простой по вине работодателя, две трети, хотя по акросовому соглашению три четверти, а люди пашут, им дают индивидуальное задание, если не выполнишь, уволим, и люди вот за две трети пашут. Куда деваться? Да куда деваться, к прокурору деваться, куда деваться? Это... Ходить в коллективном... Да, причем там зарплата-то там двадцать пять тысяч, там специалисты квалифицированнейшие, я вот, со своим сороковником, там один из самых высокооплачиваемых, вот, и рядом со мной там работает товарищ, он кавалер трудового красного знамени, ругает премии, бронзовые медали в ДНХ, там у него ругает госпремии, и, в общем-то, ну, по изделиям отрасли вся ходовая часть на нем держится уже лет сорок, наверное, это специалист мирового уровня, причем ему 80 лет, он бойки, он гайки крутит, это самое, и дачу строит, это самое, и у него все хорошо, и он такой же сороковник, получается, что и я, то есть, ну, для такого специалиста это цирк, то есть, вот это, и люди боятся, вот такие зарплаты, люди боятся, то есть, так вот, к чему я говорю-то, что это вот, в соответствии с вот этой вот главой Маркса, это, конечно, приводит нас, вот эти все рулады, медведевы, о том, что от свободного времени должно быть больше, конечно, они не озабочены тем, чтобы у нас действительно было свободное время, они вот озабочены тем, чтобы мы стали свободными людьми, вот есть работа, пошел, сделай, пошел, нет работы, тебя это сама, чтобы никто не обязан был платить стоимость рабочей силы, и так сказать, и жирательно еще бы сделать и так, что если тебя захотят заставить там работать по 12 часов, там 7-0, пожалуйста, тебя никто туда насильно не тянет, это сама. задача как можно больше не оплатить. Все свободные. То есть, это вообще, и вот здесь вот еще вот, что такое рабочее время? Рабочее время это основа всего трудового законодательства. Вот если есть понятие рабочего времени, вот ты пришел на работу, тебе там обязаны обеспечить работой работодатель, он несет ответственность за технику безопасности, там за все, а если нет никакого рабочего времени, ты пришел где-то, гайку закрутил, ушел, так это все. Если почасовая плата, то какой может быть простой по вине работодателя? Иди отсюда. И какой может быть оплачиваемый отпуск? И какой может быть больничный? То есть, это практически как фринансеры получается. Это вот как у докеров, пришел корабль, а, ну вот то, что ты рассказываешь. Да, 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 вот. Ну, у наших докеров, слава богу, пока такое время. А корабль ушел, все, до свидания. Да, да. И говорю еще раз, выходные дни, оплачиваемые отпуска, больничные, все это обрушивается с вот этой вот, как только обрушит рабочее время. Так что это вот что-то нехорошее замышляется с этим рабочим временем. Вот. Ну, и тут пишет Дарья Марсу, существуют методы понижения цены труда, независимые от уменьшения номинальной поддельной к понедельной заработной платы. То есть, увеличение рабочего дня. Ну, и не только это. Вот тут он пишет, раньше мы видели разрушительные последствия чрезмерного труда, а здесь перед нами раскрывается источник тех страданий, которые грозят рабочему, когда он вынужден работать в непогное время. Ну, это вот часовое езде, да? Ну, да, и так, и так. При растущей подденной или понедельной плате труда, при понедельной плате цена труда может номинально остаться неизменной и, несмотря на то, упасть ниже своего нормального уровня. Это случается каждый раз, когда при постоянной цене труда, то есть, рабочего часа, рабочий день увеличивается за предел своей обычной продолжительности. И вот, смотрите, здесь в дроби дневная стоимость рабочей силы поделить на рабочий день растет знаменатель. То есть, вот это еще один момент очень существенный, что когда вы больше работаете, стоимость вашей рабочей силы от этого растет. у вас больше траты. Больше траты труда? Нет, больше траты на поддержание своего организма. У вас больше стоимость вашей рабочей силы это сумма затрат, которая нужна для функционирования вашего организма. А, именно в этом плане? Да, в этом плане. То есть, я вот обратил внимание, я тут впервые с 15-го года три недели в отпуске в оба. И я должен сказать, что отпуск как-то деньги-то не очень-то и идут. В здоровую не ходишь, на транспорте особо не ездишь. Это самое. Там времени много, выспался, на свежую голову пошел в магазин, купил что-то подешевле, подумал, как приготовить там. А тут берешь все это самое, что пельмени там какие-нибудь дорогущие, чтобы их раз быстро свалить. В старую уходишь, на транспорте ездишь на работу, в 10-50 в день уходит рублей. Чем больше перерабатываешь, тем больше затраты. Да, тем больше затраты труда на восстановление твоей рабочей силы. Если докер больше тонн грузит, у него радикулит сильнее и дороже лечит. А это само собой, траты на лекарства. Тут даже не затрагиваются затраты на лекарства. А траты на лекарства это само собой. Это вот у нас был товарищ Петров, Сергей Петрович, с пролетарского завода. И он где-то еще в начале нулевых, ну и вот тут жена под кассира, они взяли какую-то мебель в кредит по тем временам за бешеные деньги, за 40, что ли, тысяч. И он, так сказать, от партии оторвался, от всего и начал работать. А потом что-то его хватану какой-то контракт, то ли инсульт, то ли инфаркт, он там потом оклемался, но так до конца и не оклемался. Так что это вот это отдельная статья. Вот. Низкая цена труда в течение так называемого нормального времени вынуждает рабочего, если он хочет вообще получить достаточную заработную плату, работать сверхурочно. А законодательное сокращение рабочего дня крадет конец этому удовольствию. Ну вот надо сказать, что товарищ Катенев вот ставил вопрос вон там и у себя в Кургане над этим работать. Конечно, вот это людей, как говорится, на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Вот это вот добровольные переработки, тут законодательное это ограничение труда есть, но если ты сам рвешься. Повышенная оплата сверхурочного времени есть искушение, которому рабочий не в силах противостоять. Это отчет фабричных инспекторов от 30 апреля 1848 года. Вот так. Вообще известен факт, что заработная плата тем ниже, чем длиннее рабочий день в данной отрасли промышленности. Пробличный инспектор Ред Грейф иллюстрирует это сравнительным обзором производства за 20-летие 1939-1959 годов 1800. Причем оказывается, что на фабриках, на которых распространяется действие 10-часового закона, заработная плата поднялась, тогда как на фабриках, работающих 14-15 часов в день, она понизилась. Так что вот примем 6-часовой рабочий день и зарплата повысится. Это тем, кто этого боится. И здесь достаточно указать на два обстоятельства. Если один человек начинает выполнять работу по 1-2 или 2-х человек, о чем вы говорите, Александр Евгеньевич, то растет придражение труда. Хотя придражение рабочей силы, находящейся на рынке, оставалось неизменным. Конкуренция, созданная таким образом среди рабочих, дает капиталисту возможность понизить цену труда. А падающая цена труда даст ему, в свою очередь, возможность еще более увеличить рабочее время. То есть, здесь получается такая функция самониспадающая загрохание двигателя. То есть, у тебя чем ты больше работаешь, ты сбрасываешь цену рабочей силы, это самое, падает зарплата, тебе надо больше работать. Так что здесь вот такое... Проблемы создаешь. Да, да. Так что это вот... Больше работаешь, больше конкуренции создаешь. Да, больше создаешь, больше конкуренции, так у тебя падает зарплата, раз у тебя падает зарплата, ты должен опять же больше работать. Да, работать еще больше. Так что, да, и тут, так сказать, это до полного истощения. Ну вот это по временной заработной плате. Еще есть кому что сказать по этому поводу? Ну и следующее, это поштучная или сдельная заработная плата. Интересно, что мы вам сказали, что рабочие авансируют капиталистов. То есть, получается, он сначала работает, а только потом получает эту заработную плату. А, ну это само собой. И, кстати, вот в этом объявлении про вахту, что я читал, там написано, что значит расчет в конце вахты, а так выплачивается еженедельный аванс в размере полутора тысяч рублей. Ну так, чтобы подержать. А, ну там еще, так сказать, у фасовщиков пищевых продуктов, значит, еще бесплатное, ну якобы бесплатное питание, трехразовое. А сколько обманывают на этих вас? Сколько обманывают, да. Ну вообще, короче, что можно железно сказать? Что тебе там дадут какую-то эту, ну короче, как это, комнату раба, как это, в Херсоне там раскопки, там была там одна комната раба на этих, на раскопках. Там пран дома какого-то. Вот, комнату раба тебе дадут. Кстати, у раба была отдельная комната, а ты будешь жить в четырех койках. Четыре койки в комнате. Хорошо еще, если, говорю, на одного койка. Вот. Тебе дают пищу какую-нибудь там, вполне возможно, просроченную. Просроченную там, ты же не будешь в талерке смотреть, какая там пища у тебя там просроченная, непросроченная. И тебе дают полторы тысячи в неделю. Вот это более-менее надежно. А остальное, это уже, я думаю, там кидало будет. Недавно был случай в Чехове, в городе, в Московской области. Приехали два брата на заработки, вот такие, как вы говорите. Вот, и в конце концов, оба закончили суицидом. Вот, что им их кидали откровенно. Блин, нет, нет, чтобы этих убить. Да, уже было. Это первое естественное жрание. Взять устроить небольшой этот, как его. Ну, мы все-таки за коллективные, за поставочные действия. Нет, ну, конечно, понятная идея, это еще лучше. Ну, уж это индивидуальный суицид, это еще хуже, чем индивидуальный. Это вообще, вообще, хуже никуда, да. В маразм. Вот, так вот, поштучная плата. Поштучная плата есть не что иное, как превращенная форма повременной платы. Точно так же, как повременная плата, есть превращенная форма стоимости и цены рабочей сиры. То есть, на самом деле, опять же, зарплату здесь платят по стоимости рабочей сиры. Ну, тут возразят, а как же, один там делает 20 деталей за смену, а другой 10. И тот получает в два раза больше. Да, но тут надо понимать, что мы говорим о среднем показателе. Так же, как мы говорим об общественных затратах труда, да. Точно так же, если поделить эту заработную плату, если там в каком-то цеху сдельщиков работает достаточно много, если мы возьмем среднюю заработную плату, то мы увидим, что это, опять же, стоимость рабочей сиры. И в качестве доказательства марк здесь приводит то, что даже в одних и тех же отраслях практикуется как одна форма заработной платы, так и другая. Рондонские наборщики обыкновенно получают поштучную плату, повременная плата является у них исключением. Наоборот, у провинциальных наборщиков повременная плата составляет правило, поштучные исключения. Ну и так далее. Корабельные плотники рондонской гавани получают поштучную плату. Во всех других английских гаванях повременную. И вот тут, в частности, тут пишет один товарищ, это уже в примечаниях у Маркса. Система поштучной работы знаменует определенную эпоху в истории рабочего. Она стоит на полпути между поражением простого паденщика, зависящего от произвола капиталиста, и кооперативным работником, который в недалеком будущем обещает соединять в своем лице рабочего и капиталиста. Поштучные рабочие, фактически сами себе хозяева, даже когда они работают при помощи капитала своего предпринимателя. Это вот то, что нам, нас вот хотят сделать всех свободными людьми, которые вот ходят и предпринимают. А это уже и делают, кстати, в магните, где-то еще там индивидуальные предприниматели устраиваются на работу. И вот это вот в чистом виде, это некий Джон Ваттс, продажный трейдс-сошейтис. Это продажные общества, общество по торговле и забастовке. Машиностроительные и кооперативные общества. Мальсестер, 1869 год. То есть это вот действительно поштучная, виздельная оплата труда, она имеет такую видимость, что ты вот сколько сделаешь, сколько заработаешь. Пусть даже на машине капиталиста, используя там, ну он себе за это что-то берет, понятное дело. Но все равно это вот такое вот чисто внешне имеет представление. Что касается смысла, смысл, конечно, тот же самый, что все равно это заработная оплата, хоть вы точите. О, Степан Степанович, заходите. Так, ну что, Степан Степанович, мы тут обсудили уже повременную оплату, сейчас вот про поштучную. Вот так. Вот. Рассуждаем ты хороший. Да. Знаете? Вот. И вы можете сдельно точить втурки из стали 3, вы можете сдельно точить втурки из золота, вы можете сдельно точить втурки из эвидия, которые в 10 раз дороже золота. Никакой разницы вы здесь получать от этого не будете. Вы все равно будете получать стоимость рабочей силы. Другое дело, что в связи с тем, что, может быть считаться, что там, в связи с тем, что если вы там с дорогими металлами работаете, там, ну, и то не факт, это самая, самая, ну, ювелир это все-таки человек искусства в каком-то смысле. А здесь я имею в виду рабочие операции, на золотых приисках всегда была там это самое, там использовали полу рабов со самую низкую рабочую силу. Вот, ну и далее тут Маркс рассуждает. Пусть обычный рабочий день состоит из 12 часов, из которых 6 оплаченные, 6 неоплаченные. Произведенная в течение этого дня стоимость, пусть будет равня 6 шиллингам. Ну, вы что-то там точили на 10 шиллингов. Следовательно, произведенная за один рабочий часть стоимость 6 пенсов. Ну, и рабочий, работающий со средней степенью интенсивности искусства, следовательно, употребляющий на производство продукта только обсесть необходимое рабочее время, доставляет в течение 12 часов 24 штуки продукта. Ну, и вот здесь высчитывается, сколько рабочий получает за штуку, и высчитывается, что это все равно стоимость рабочей силы. То есть, здесь не так расчет идет, что там капиталист смотрит, сколько произведенная деталь стоит, за сколько я ее продам, сколько вот я рабочему заплачу, сколько в себе прибыль. Вот этого никакого значения не имеет. Он смотрит, сколько средний рабочий произведет таких деталей, он смотрит, какова стоимость рабочей силы, рабочего такой квалификации в данном городе там или где-то. И он, исходя из этого, рассчитывает расценки на эту деталь. Так уж, что в этой детали пишет. Да, вот, и здесь это, здесь значит, труд надзора становится в значительной мере излишним. Да, облегчает капиталисту надзорную функцию при сделании оплаты труда. Да, поштучная оплата, расширяя сферу индивидуальной деятельности, тем самым, с одной стороны, способствует развитию среди рабочих индивидуальности, духа свободы, самостоятельности и способности к самоконтролю. Но, с другой стороны, порождает между ними взаимную конкуренцию. Она имеет тенденцию, повышая индивидуальную заработную плату выше среднего уровня, в то же время понижать сам этот уровень. То есть, у тебя, ты пашешь, у тебя твоя зарплата относительно среднего уровня товарищей по цеху растет, но сам этот средний уровень проваливается. То есть, ты сам остаешься на прежнем уровне, а твои товарищи еще ниже. Снижение расценок называется. Очень типично. И капиталист говорит, вот этот молодец, а вы неудачники. Да. Вот. Там, где поштучная плата прочно закреплена продолжительной традицией, и потому понижение ее представляет особые трудности, в таких исключительных случаях хозяева прибегают иногда к насильственному превращению поштучной платы в повременную. И этим была вызвана, например, в 1860 году большая стачка среди рабочих ленточного производства в Ковентре. И всего сказанного выше вытекает, что поштучная плата есть форма заработной платы, наиболее соответствующая капиталистическому способу производства. Вот это вот. Потому что здесь рабочий сам себя загоняет, черти докуда, и он будет точить и точить, и у него уже гроза слезятся, а он видит, что это не детали, что это рубли у него вытачиваются. Стружка, рубли идут. И он работает, работает и до инсульта, до полного. Так что поэтому вот оно. Это маршрута. О-о-о. Да. Я утром прихожу, я в начале восьмого с ветеранов выезжаю туда в сторону Красного Сера. Вот он приехал, у него гроза совершенно в кучу, невменяемый, он как дурак, он ничего не понимает. А там ему уже, там типа диспетчер, стоит ему кофея, раз. Да, да, да. Значит, и вот он сидит. И, кстати, там у Маркса сказано, я вот это не прочитал, где в повременной оплате, что удлинение рабочего дня, к чему прочему, требует дополнительных затрат на всякие возбуждающие средства. Да, да, да. Некоторые водители прям в кофейном вампулах так чутят. Да, да, да. Это было задрога до энергетиков. Так что вот это, вот такие вот вещи. И капиталистическая сдержчина еще и ведет к увеличению интенсивности. Да, само собой. Хочешься больше заработать. Само собой, да. Но тут, правда, такая вещь, что рабочие тщательно следят за ценой сырого материала и ценой фабрикатов и всегда в застоянии точно определить прибыли своих хозяев. Такие притязания капитан справедливо отвергает, как основанные на грубом непонимании природы наемного труда. Так что это правильно. Он возмущается претензией рабочих облагать свою пользу налогом прогресс промышленности и категорически заявляет, что рабочим вообще нет никакого дела до производительности их собственного труда. И добавлю от себя, какую прибыль он приносит. Так что это вот сразу вот эти все мысли, что вот ты работаешь на себя, сколько заработал, сколько получил и так далее. И они здесь все тут же валятся. Степан Степанович, у вас есть что-нибудь сказать еще по штучной платы? Ну, у меня вопрос, что в начале этой главы утверждается, что по штучной платы это превращенная форма временной платы, а по временной платы превращенная форма стоимости для цены рабочей силы. Да, совершенно не. Так вот форма превращенная. Степан Спашин. Степан Спашин. Это превращение как бы иррациональное, да? Нет, Степан Спашин. А следующие, это формы мнимые. То есть, те, которые превращенные в формы, они уже иррациональны, и мнимы. Это самое. Вот мы вначале с вами об этом говорили, что когда капиталист нанимает рабочего, он намерен оплачивать ему стоимость рабочей силы. Сколько стоимость рабочей силы, скажем, Токоля или кого-то там, вот она в данном регионе, чтобы он не умер, чтобы он жил и работал. Ну, сколько вообще считается эту стоимость, здесь есть традиции исторические и так далее, можно даже автомобиль входить. Ну, и там телевизор входит, само собой. То есть, как-то вот какая-то такая вот стоимость есть. И он платит. Он платит не за часы, он платит вот эту стоимость рабочей силы. А вот когда он устанавливает еще и рабочий день, то вот тут уже вот эта оплата за час работы, она вот уже становится, выглядит чисто внешне, как зарплата за рабочие деньги, за час работы. Но на самом деле это стоимость рабочей силы. А потом уже эта стоимость, она делится на число часов, и получается как бы вот эта почасовая оплата. Понятно, да? Ну, это просто превращенная форма. Да, превращенная форма. Это уже как бы превращенная форма другого наименования. То есть, сначала иррациональная форма, а следующее это искажение. Ну, это вы... Это мнимая форма. Ну, это вы глубоко математически копаете, как выпускник матмеха. Это нам нужно еще поднапряться, чтобы понять. Нет, ну, мнимая единица, что такое иррациональная? Там, это мнимая единица, там, корень из минус единицы, да? Нет, ну, аллегория тут есть. Нет, ну, аллегория тут просто иррациональная, иррациональная числа, и мнимая числа. Здесь это неприменимая, это математическая аналогия, я думаю, все-таки. Так что мнимая здесь это... Нет, ну, вернее, мнимая это употребляется там, где всякие доходы на дивиденды. Тем более, вот, если бы Макс дожил до вот этих всяких фьючерсных покупок... Так а здесь-то он не упоминал это. Вот, это тем более бы он не стал. Но в основе капитала все-таки бюджет науко-логики, а не в основе-то капитала бюджет науко-логики лидеревская, а не формальная логика, как на логике. Формальной логике вполне нет, такого понятия, как превращенная форма или мнимая форма. Тогда еще не было. Мнимая тут я что-то не помню. Это упоминалось в этой самой, в граве по временной прати там. Упоминать в этом месте. Он задевает Марс. Замаскированная форма стоимости он бежит. Замаскированная, да, это говорит. Ну, подвиды вот этих поштучных, временных оплат, более сложные формы оплаты. Ну, возможно, уже были в те времена какие-нибудь премиальные формы. Наверняка. Ну, это уже... Ну, Марс пишет вот в начале 18-й гравы, он пишет, что вообще говоря, всяких форм оплаты труда несчислимое множество, но задачей данного труда капитала не является их полное рассмотрение. Вот две основные формы, это повременная и поштучная. Вот, так сказать, здесь Марс остановился, это дело рассмотреть. А всего их... Они-то, да, эволюционируют во всякие разные формы, которые позволяют как можно больше повысить степень эксплуатации. Вот эти формы оплаты, они связаны с становлением, развитием тех родов производственных соревнований. Самое примитивное, это вот поштучная оплата, то есть зельная оплата труда, и она имеет смысл там, где ручной труд физический или, возможно, использование простеньких машин. Почему здесь зельная оплата? На станках он полно, и водители зельно отработают. Видите, спасибо, что это мы... Да, но там, где вот зельщина царит при сложной технике, это ведет к росту травматизма. Ну, это да, да. Это на Российском комитете рабочих говорили в высококвалифицированной итогов 6-го разряда САГМАЗЭ, что сделка губит детали. Вот это в рабочей среде такое вот есть выражение, сделка губит детали. То есть даже вот, скажем, фаску не снял, кто-то об эту руку повезал, об это самое. То есть, да, об острый край. Так что это вот, это само собой, сделка губит деталь. Да, Степан Степан, совершенно верно. Ну и последняя, 20-я грава, последняя на сегодня, это национальные различия в заработной плате. Я думал, как-то... Да, тут коротенько, тут, в общем-то, можно даже так и порассуждать немножко. Чем объясняются национальные различия в заработной плате? Развитие производственной силы в той или иной стране. Развитие производительных сил. То есть от производительности труда не зависит, да? Да. Значит, производительность труда, она зависит в свою очередь от чего? От техники в основном и от организации труда. Потому что даже при наличии новой техники, если эффективный менеджер вами руководит, то это будет вот такое вот. И ничья эта техника, она заржавеет и схомается, и ее там куда-то... Кстати, вот сегодня прошел по интернету сообщение, обанкрочивается завод «Ангстрек». Это «Ангстрем-Т» предприятие. Это предприятие, которое, как я понимаю, ну, может, еще какое-то выпускало, но оно было головным по выпуску отечественных микропроцессоров типа «Эльбрус». Вот. И там описывалось, как они купили у фирмы «Амд» в Германии оборудование, но по тем временам еще не очень старое. Потом они это оборудование привезли сюда, оно год где-то лежало под дождем, пришло в частичную негодность, его ремонтировала одна фирма, недоремонтировала, потом ремонтировала другая фирма, тоже там чего-то, потом уступили санкции. Вот. И потом, ну, вообще, короче, это 90-нанометровый техпроцессор, если кто понимает. Вот. Ну и вот они пытаются там, как какие-то процессоры, они там пытаются на нем делать, 90 по технологии 90 нанометров. Это уже старенькое. Ну, старенькое, но процессоры, надо сказать, они делают неплохие, но и тем не менее, ну, по архитектуре неплохие. Они там 4 ядра, грубо говоря, «Пентиума-3» на одну плату запихивают, там неплохая производительность относительно. «Пентиум-то-3», по-моему, по 160 нанометров шел. Вот. И 165, там что-то такое было. Ну, не суть. Не, 130-130 нанометров было. Он на 130-нанометровом техпроцессе. А они там вот за счет уменьшения техпроцессоров. Ну, вообще, короче, к чему я говорю, что туда вбухан миллиард только лишь долларов, не говоря об отечественных, и все, так сказать, вышло в упадок эффективные менеджеры. Вот. Значит, это оборудование, качество управления, это производительность труда. Зависит от интенсивности труда. И от чего еще зависит заработная плата? На той сложности, что они... Вообще, от силы армии зависит еще. От силы рабочего краса. От готовности рабочего краса к борьбе. От жизненных средств, которые... Нет, ну, это само собой. Здесь имеется в виду, ну, заработные платы, тут имеется в виду, конечно, в стоимости рабочей силы. То есть, ну, а жизненные средства, необходимые рабочему, это тоже, так сказать, зависит. От степени борьбы рабочих. Ну, в интерьеристическом же государстве зарплата будет выше, чем у какого-нибудь... За счет ограбления короний, не у короний. Значит, вот... Это вообще, говоря... В прямой зависимости здесь нет, потому что... Это... Не надо понимать ограбление короний так, что вот конкретный капиталист, вот, скажем, Форд, да, у него на заводах Форда абсолютно одинаковых. В Америке зарплата 1400-1500 долларов в месяц. В Бразилии зарплата 2500 долларов в месяц. У нас во Всеворожске, то в 2006 году эти цифры озвучивались, до 1000 долларов не дотягивало, вот боролись за то, чтобы как-то к 1000 подтянуть. Это тут вовсе не значит, что рабочие в Соединенных Штатах, они не давали прибавочной стоимости, а они, так сказать, наоборот, так сказать... Что значит капиталист делился прибылью? Они, чтобы прибавочной стоимости не давали. Он там получает с них прибыль, а в ограбляемых странах больше. Ну, конечно, если бы была за счет борьбы рабочего класса одинаковая заработная плата и в Бразилии, и в России, и в Америке, наверное, он сюда бы не повез завод. Наверное, он бы заводы делал только в Америке. Но, конечно, не потому, что здесь заработная плата низкая, и поэтому он... Ой, не только... Не потому, что он ограбляет русских рабочих, а американским платит, и поэтому он вот сюда вывез. А он не потому, что наши рабочие все-таки не имеют опыта борьбы и плохо борются, не имеют традиций. И исторический их уровень жизни после 90-х годов, особенно ниже, чем это самое... У них доплыли... И даже вот в советские времена, скажем, квартиры же давали бесплатно, поэтому требовать заработную плату стоимость ипотеки было не принято. А сейчас... Ипотеки-то и не было. Ипотеки не было. Поэтому не было принято требовать потом требований там медицинской страховки, которая тоже большая сумма, тоже не было такой привычки требовать. Поэтому советские рабочие, они как бы привыкли получать деньги на карманные расходы, имея в виду, что им жилье дадут, их вылечат, детей обучение оплатят, это самое... Им это на еду, там на шмотки, на то, на сё. Плату была смешная. Это там... И на машину, если в очереди достаешься. А, ну и машина, да, это само собой. Вот. Поэтому здесь совершенно другая структура зарплаты, и поэтому у рабочих нет такой вот привычки бороться за заработную плату. Поэтому сюда ведет. Ну а вот здесь, что вот здесь очень интересно, Марк, значит, пишет по этому поводу. Ну ладно, вот, во-первых, в каждой стране стоит известная средняя интенсивность труда. Эта интенсивность, она разная по странам, в том числе тоже. По среднему количеству берегов он считает, да? Да-да-да, не, сейчас. Здесь вот очень интересно, что-то я вот... Ну что, пока вы ищете, я хотел сказать, что рабочий-то в Америке на заводе Ford, он-то вынужден и за проезд больше платить, и хлебушек там дороже стоит, чем у рабочего во Северске. Не факт. В Америке продукты, по-моему, не дороже, чем у нас. Ну уровень жизни там явно выше. Ну уровень жизни выше, но это продуктов-то вы в себя больше не напихаете, чем это самое... То есть вырастить рабочего в Америке все-таки стоит дороже, чем у нас. А потому что в Америке подразумевается, что ему коттедж отдельный нужен. Да, ему больше потребностей. Там машина. А по идее, вот, я помню, меня удивило еще в этом 90-х годах, у меня знакомый один из Америки приехал, слушай, говорит, в Нью-Йорке такие же синие парадки стоят с бананами, что и у нас, такие же ящики, все одинаковое, и там, говорит, на 100 долларов в месяц, в принципе, можно пропитаться, там это, цены не выше, чем у нас. Так что... Смотря на что. Ну, на такую простую еду, типа там, бананы сомнительного качества. Я слышал, в кафе это гораздо дороже. Ну, ну, у нас тоже есть. Ну, дешевое добавляемое. Жилье, само собой, гораздо дороже. Медицина... Жилье, не сказать, там это... Коттеджи, там очень... Ну, это само собой. А коттеджи, там очень дешевые. Бывшие машины, там очень дешевые. Да. Сейчас. Тут вот там... Ну, надо вспомнить этот труд Паршево, почему Россия не Америка. А это дурацкий совершенно труд. Не совсем. Дурацкий совершенно труд, потому что согласно этому труду должны богато жить в Африке, и бедно должны жить в Финляндии. Потому что в Финляндии ты там пока дров набрал, пока протопил, там, о, в Африке там что, банан съедай, иди занимайся. Нокии, делай. Высокими технологиями. 40 лета. Да, так что это совершенно дурацкий подход. Совершенно неправильный, антимарсистский, дурацкий подход у этого Паршева. Значит, вот здесь вот что-то я... Уже видно, время позднее. Вообще, короче, кто прочитает, тот найдет эту мысль. Я ее хочу просто выделить. Что, вот скажем, в Англии, где производительность труда и качество управления выше, чем, скажем, он сравнивает Марс с Францией, с Германией, то там, вот Марс, интересно, пишет, заработная плата рабочего, с точки зрения рабочего, выше, чем во Франции или в Германии. То есть он получает на руки больше денег, и он больше может купить на эти деньги. Но с точки зрения капиталиста, зарплата в Англии ниже, чем во Франции, либо в Германии. Потому что на единицу произведенного товара, благодаря более высокой производительности труда, более высокому оснащению машин, капиталист, то есть удельная доля фонда заработной платы в цене товара, в Англии ниже, чем во Франции или в Германии. Там быстрее присоединяется труд к средствам производства, тем быстрее производится прибавочная стоимость. Выше производительность труда. Выше производительность труда. Вот это я чему говорю? Что можно номинально повышать зарплату и при этом иметь большую прибыль, это вот нашим капиталистам, так сказать, на заметку, и можно повышать зарплату и сокращать рабочий день, и при этом повышать свою прибыль, если ты, во-первых, закупаешь новые станки и оборудование современное, ну и, само собой, обучаешь персонал и так далее. И второе, если ты правильно, грамотно ведешь дело. Вот это вот. Но про Россию здесь пишут про русские фабрики, управляющие, конечно, англичане, так как туземный русский капиталист совершенно непригоден для фабричного дела. Несмотря на чрезмерный труд, непрерывные дневные и ночные работы и мирную оплату рабочих, русская фабрикация кое-как прозябает, лишь благодаря препятствиям, создаваемым для иностранной конкуренции. Кто-то может сказать, что это русофобство Маркса, но это не русофобство. Да-да-да. Но так оно и есть. Это вот среднее число, среднее число веретен на каждую фабрику. В Англии 12600, кончается список Пруссии 1500. 1500. Вот. Веретен на фабрику в среднем, то есть размеры фабрики. В России здесь вообще в списке нет. У меня не было статист. Вот. И среднее число веретен на рабочего. Во Франции самое низкое, кстати, 1 человек на 14 веретен. В России 1 на 28, то есть все-таки больше. На Великобритании 1 на 74 веретена. То есть это вот такое вот соотношение. То есть вот из этого вывода про национальные особенности заработной платы, вот здесь, как мне видится, самый важный вывод Маркса, что нет препятствий для роста одновременного заработной платы и прибыли при разумном ведении деда. Вот это вот на чем... Я еще добавлю, могу подтвердить, что по поводу отсталости российских капиталистов. Донецк раньше назывался Юзеркой в честь английского предпринимателя Джона Юзер. Вот. И это было одним из самых мощных промышленных центров. То есть был Метрульский завод, шафты и самый развитый железнодорожный узел в России. А не Дебальцево, в самой развитой? Ну, так, Дебальцево это и есть. А, ну, это все. Это все. Донецк. Состровная часть Донбасса, да. Да. Ну, вот так. Так что вот такое вот. Ну, и на этой оптимистичной ноте. Значит, то есть надо... И что показательно еще, российская буржуазия, она не только сраба организовывала производство в массе своей, я не беру там Обухова, скажем, или прочие исключения, а она и политически не смогла овродить вратью после свержения самодержавия, ну, и, в общем-то, может быть, и несколько скорост первая Октябрьская революция была следствием недееспособности российской буржуазии. Ну, и сейчас российская буржуазия демонстрирует свою, в общем-то, недееспособность. И импотентность. Я бы сказал даже так, да. Можно и так сказать. Так что поэтому рабочему красу России опять придется все делать самому. Все двери открыты, да. Да, так что слабый враг. Так что, поэтому... Что ты слабый? Слабый враг. Враг ты слабый, мы-то еще слабее. Мы слабее, потому что не осознали свои коренные интересы. Учиться надо, учиться надо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.